Можно ли кроликам давать лебеду? В последние несколько лет люди все чаще разводят кроликов, как домашних животных для получения шерсти и мяса, так и в качестве домашних питомцев. Поэтому необходимо досконально изучить вопросы ухода и их кормления. Очень важный момент – зелень. Многих волнует вопрос, можно ли кроликам давать лебеду-то. В летний сезон ее очень много. Зачем кроликам дают лебеду? Лебеда – очень полезная травка не только для кроликов, ее рекомендуется включать в рацион всего домашнего скота. Но перебарщивать с ней тоже не стоит, во всем должна быть мера. Лебеда в себе содержит ряд необходимых для пищеварения микроэлементов, которые способствуют лучшему усваиванию растительных и грубых кормов. Кормление кроликов только травой может приводить к тому, что они начинают постепенно сбрасывать вес. Чтобы сохранить массу тела, необходимо в обязательном порядке включать в кроличий рацион лебеду. Помимо этого, она содержит в себе аминокислоты и витамины, которые поддерживают иммунитет животных. Лебеду в чистом виде не рекомендуется важно. Лебеду в чистом виде не рекомендуется скармливать животным, так как она может привести к несварению желудка. В обязательном порядке совместно с ней должен в прием входить хотя бы еще один вид травы. Польза и вред На данный момент лебеда является самой известной среди всех видов трав. Она самосевом распространяется повсеместно. Растет на любых почвах, поэтому ее стали использовать в качестве корма для животных. Со временем стали изучать влияние этого растения на организм кольчих. В биохимическом составе лебеды очень большое количество белков, практически 4% витаминов групп РРА, СЕ, минералов, железа, кальция, марганца, медиэфирных масел, щавелевые кислоты, сапонинов. Энергетическая ценность травы при вскармливании животных – около 43 килокалорий. Именно поэтому заводчики начинают давать с наступлением летнего периода кроликам и лебедям эту траву в неограниченном количестве, хотя этого делать нельзя. Эта трава, если ею кормить животных в большом количестве, может вызвать аллергию. Кролики приобретут непереносимость некоторых компонентов состава лебеды, что в последующем скажется на их здоровье. Первый признак того, что перекормили – несварение желудка у животного. Также от места произрастания травы зависит дальнейшее состояние кальчат. Если трава перед вскармливанием была собрана вблизи свалки, это приведет к тому, что животное получит отравление минимально у него. Начнется сильная диарея, в худшем – погибнет. Также это касается и полей. Нельзя собирать траву на участке после химических обработок. Важно! Нельзя использовать в корм кальчонка траву, которая зацвела – это приведет к отравлению. В процессе цветения лебеда начинает выделять вредные вещества, которые плохо воздействуют на здоровье животных. Лебеда является самой известной среди всех видов трав, как правильно давать лебеду. Использовать для кормления животных требуются исключительно молодые и сочные побеги. Могут браться взрослые растения, но до того, как нальются бутоны, В рационе должны быть и другие виды трав – пырей, лопух, тысячелистник, клевер, одуванчик, полынь, крапива, подорожник. Лебеда должна составлять в травянистом рационе 1 седьмая т. е. не более 15% его счастья. Если наблюдается негативная реакция на траву, животные отгребают ее от общего количества корма, стоит обратить на это внимание. Это говорит о том, что трава заготовлена неверно, либо она не пришлась им по вкусу. Заставлять питомцев ее кушать не стоит, так как это приведет к ухудшению их состояния. У каждого животного, как и человека, есть свои вкусовые предпочтения. Можно попробовать начать кормление лебедой с парочки листьев. Если кролики начнут есть, постепенно можно увеличить их количество в травянистом рационе. Важно! Прежде чем дать лебеду кроликам, нужно отмыть корни и побеги от грязи. Траву необходимо немного подсушивать, но если нет на это времени, достаточно положить ее на пару часов на солнце. В холодное время года травой кормить нужно кроликов, но свежих растений в то время не найти, поэтому заранее заготавливается сено. Давать его нужно в комплексе с кормовыми добавками, которые содержат в себе полезный и необходимый комплекс витаминов и минералов. Использовать для кормления животных требуются исключительно молодые и сочные побеги и сборы хранения лебеды. Если лебеду заготавливать правильно, а также хранить при нужных условиях, она принесет пользу питомцам. Для заготовки годятся исключительно листья растений. Побеги не заготавливают, так как они после сушки становятся слишком грубыми и твердыми, это может привести к травне полости рта кроликов. Прежде чем отправить на сушку лебеду, нужно ее перебрать, отсортировав зацветшие растения, старые грубые. Раскладывается подготовленная листва на поддон в один ряд, отправляется на сушку. Сушить необходимо до того момента, пока ее размер не станет половину меньше. Важно! Листья не должны начать крошиться, иначе заготовленная сена не принесет пользу животным. Если заготовить лебеду по всем правилам, она будет храниться на протяжении всего года. Но вещества, которые содержат трава, способны быстро улетучиваться, поэтому со временем она становится менее полезной. Хранить сено лебеды следует так же, как и других растений. Складывается оно в отдельном месте, которое хорошо проветривается. Туда должны попадать лучи солнца, влажность должна быть в пределах 17-18%. Если заготовленная сена не пришлось по вкусу кроликам, оно сгодится на корм другим животным. Листья не должны начать крошиться лебеда с молочаем, смесью трав. То, какие травы можно смешивать в кроличьем зеленом рационе, перечислено выше. О молочае ходят разные мнения. Некоторые из фермеров склоняются к мнению, что в небольших количествах можно давать животным молочай, но требуется подобрать вид, который воспримут кролики. Большинство все же не рискует использовать его в растительный рацион животных, так как он содержит в себе очень большое количество ядовитых веществ. При отравлении молочаем, даже при минимальном количестве яда, поступившем в организм, кролики погибают. Есть мнение среди кролиководов, что именно эта трава усугубляет вкус кроличатины, поэтому они не стремятся добавлять ее в рационы с лебедой или смесями трав. Удачное выкармливание питомцев зависит от ряда правил по заготовке. Стоит помнить, когда растение готовится к формированию семян, его заготавливать нельзя, оно становится ядовитым и непригодным для питания. 00.WoutArticleRating 00.WoutArticleRating